Приходит тень Кто в поле, кто в небе, кто в море Себя мы ищем, мы ищем себя Лететь дождем, будеть ветрам, шуметь в погоде Скажи, зачем, скажи, куда мы все уходим Уходим из детства, из дома От старых сказок, от прошлых себя Марципан, Марципан, я Сокол, вошел в зону Прошу условия посадки, как слышите, прием Сокол, я Марципан, высота по стандарту 1800 Ветер 2-3, юго-запад Посадку разрешаю Маликосгау, Маржоу Да, Маржоу, Бовану Принимай почту Почту принял Запасной аэропорт какой? Снори Объявляй посадку Рейс номер первый, прошу на весы Валико, восемь было, один баран куда делся? А себя ты посчитал? Нет Так восемь это вместе с тобой было Восемь это вместе со мной было Восемь это вместе со мной было Восемь это вместе со мной С DAВИТА Субтитры подогнал «Симон» 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 Гиви Иванович, дай ключи от машины. Галстук. Мне в город надо. Не дам. Почему? Глушитель мне оторвали? Это брак был. Фары разбили? Я разве? А вчера Надя там под сиденьем помаду нашла. Гиви Иванович, я уже объяснял. Я сестру в больницу возил, родную. А пробка от шампанского? Все, больше никому не дам. Сам научусь ездить и буду свою семью возить. Скажи ему, пусть уйдет. И так дышать нечем. Зарбазан, будь другом. Подожди меня на улице. Прекрасно. Прошу. Ну-ка, посмотри. Немного жмет. Жарко. От тепла предметы расширяются. А эта кепка зимняя. Зимой твоя голова будет меньше. Иди. Зимой. Можно? Пожалуйста. Роза, это я Кукуш. Хочу Твилиси. Тетю Нину. Жду. Азербайджанец, армянин и грузин поспорили. Тетя Нина, здравствуйте. Как поживаете? А как тетя Надя? Очень приятно. Тетя Нина, у меня к вам просьба. В Твилиси на четвертую базу завезли новые школьные парты. Экспериментальные. У нас там кто-нибудь есть? Нет. В молочном комбинате. Еще лучше. Им никто не откажет. Пусть они позвонят, чтобы в первую очередь выделили нашему району. Хотя бы для одной школы. Привет. Как поживаешь? Права. Но Ваникдот знаешь? Знаю, права. Может быть, не может быть права. Нет, нет и нет. Пять тысяч восемьсот голландских кур ждут меня в Тбилиси. Что мне делать? Первую очередь мы обслуживаем пассажиров. Товарищ Гоглидзе, это демагогия. Пассажир может две недели сидеть, и с ним ничего не случится. А курица испортится. Ну-ка, отойди. Кирилл Иванович, совсем тебя этот гай не уважает, слушай. И машину отнел, право. Кирилл Иванович. Осторожно, осторожно. Что, хрусталь, что ли? Смотри сюда. Взял, тихонечко положил. Взял, тихонечко положил. Понял? Понял, понял. Мимино! Не узнаешь. Фа! Здравствуй. Какими судьбами? Да вот, Дели не принимает. Ну а ты как? Где ты? Я вот кур вожу голландских. Здрасте. Знакомьтесь, Мимино. Вместе в Воронежское училище кончали. Тимофеева. Изандали. Комарова. Лариса Ивановна. Валентин Константинович. А Мимино, это фамилия или имя? Мимино по-грузински сокол. Похож. Ну пока, старик. Увидимся. До свидания. До свидания. Валико. А. У тебя какой размер ноги? 42. 42-й. Мне на Телло туфли купила, югославские. 41-й размера, они мне не лезут. А ты Анзору отдай, у него сорок... Сокол и Ястреб, немедленно прекратите засорять эфир. Есть. Есть. А между прочим, Ястреб, сорок первый, не у Анзора, а у меня. Как поняли прием? Вас понял. Валико, если большой самолет и твой вертолет цепью связать, кто победит? Цепь. Смотри, переоделась уже. Здороваться надо. Мама, дядя Валико муку привез. Когда тебя нет, не играет. Хорошая девушка, Лали. В Европе теперь никто на пианино не играет. Теперь играют на электричестве. На электричестве играть нельзя. Током убьет. Убьет? Нет. Они в резиновых перчатках играют. Да, в резиновых перчатках можно. Понял? Да, угарри, да, угарри, Лали. Играй, играй, Лали. Валико. Валико, Сарбазан пришел. Сарбазан, где ты шляешься, парень? Валико. Не видишь, перевал закрыт. А если откроется? Да не влезет сюда корова, здесь продать. Здесь кто ее купит? Здесь ее все знают. Валико, возьми. Кому говорят нельзя? Это же не самолет, это бабочка. Черт бы ее побрал. Чтоб тебе волки сожрали. Идем. Хозяин, может быть, этот ковор, а? Да. Этот? Другий выговор. Лечение премиальных. И первый эталон. Что смотришь? Иди работай. Дай мне характеристику. Какую характеристику? Я хочу вернуться в большую авиацию. А не поздно тебе в большую авиацию? Подумай. Я подумал. Прости меня, Иваныч. Сколько лет как у нас работаешь? Восемь. Хозяин. А может быть, этот ковор, а? Вы почему без стука ходите? Выйдите в коридоре, подождите, пока вас не вызовут. Что за манери? Тогда сам подбирай ковор и сам крась. А меня здесь нет. Аристафан! Аристафан, я пошутил. Что я за всеми должен бегать? Аристафан! 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 Дедушка, здесь 450 рублей. 250 вам, остальные мне. Как устроюсь, буду присылать. Валико, иди сюда, сынок. Если его где-нибудь встретишь, не убивай. Очень тебя прошу. Знаешь, какое сейчас время. Не так поймут. Я тебе бинокль привезу. Он не вернется. ГРУСТНАЯ ДИВАММОЛОВ ГРУСТНАЯ ДИВАЩА Это много моментов. Далеко, не хочу бинокль, не хочу. Папа, к тебе грузин приехал. Здравствуйте. Здравствуйте. Синицын. Я знаю. Слушаю вас. Вам письмо от тети Нины. Садитесь, пожалуйста. Спасибо, я пешком постою. Таня! Татьяна! Вот, товарищ. Здравствуйте. Надо в гостиницу устроить. Фамилия? Мизандари. А вы что ж стоите? Садитесь, пожалуйста. Не беспокойтесь. Извините, я тут. Ага. Ага. Это мебельный магазин? Яков Борисович, пожалуйста. Яков Борисович, здрасте. Это Синицына. У нас ЧП. Приехал племянник Родиона Васильевича. Надо устроить его в гостиницу. Сейчас узнаю. Родя, два билета можешь сделать на Лебедины? Вряд ли. Вряд ли. Может. Запомню. Зизандари. Мизандари. Мэ. Мизандари, эм. Спасибо. Мотайте сейчас в западный блок. Найдете там администратора всеевропейского симпозиума эндокринологов Воронина, скажете, что от Якова Борисовича он все сделает. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое. Не стоит. Всего хорошего. Всего доброго. До свидания. До свидания. Таня, кто такая тетя Нина из Тбилиси? Не знаешь? Нет. И я не знаю. Сдачи не надо. Можно? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы товарищ Хачакян? Нет. Вот его приглашение на банкет. До свидания. До свидания. До свидания. Отселен. Может быть, не ловят от Тбилиси? Нет. Анастасия. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой. Извините. Ничего, ничего. Алло, Ларису Ивановну хочу. Это Валико из Тбилиси. ХАЭС! Армянин? Нет, грузин. Ой, извините, я думал, что я один. Я сейчас там так хохотался. Вот это ваше место. Спасибо. Летчик? Иногда. Вообще-то я эндокринолог. Вот вам приглашение на банкет принесли. Алло, Ларису Ивановну хочу. Извините, я возьму очки. Пожалуйста. Спасибо. Алло. Алло. Супруга. Разъединился. Слушай, я вам одну вещь скажу, но вы не обижайтесь. Такие люди, как в этом гостинице, я нигде не видел. Вот я простой шофер. Пришел, меня спрашивают, как ваша фамилия. Я говорю, Хачикян. Говорят, здравствуйте, товарищ Хачикян. Очень рад вас видеть. Взяли вещи и поднялись сюда. Живите, говорят. Представляете? Я могу позвонить? Да, конечно. Пожалуйста. Алло. И ни копейки не взяли. Ларису Ивановну хочу. Здравствуйте, Лариса Ивановна. Слушай, как я думал, что я один. Относите. Это Валико. Валико, который мимино. Помните, вы в Тбилиси проходили, а я голландских кур грузил. Вы что сегодня вечером делаете? Может, мы вместе поужинаем? Летчик. Летчик. Очень хорошо. Слушай. Тогда я вас буду ждать. Грузин. В 7 часов. Товарищ. В Вестибюле. Гостиницы Россия. Пусть подруга возьмет. Подругу. До встречи. Слушай, ты мне дадите наконец поговорить или нет? Слушай, что ты на меня кричишь? Я здесь живу. А я, по-вашему, здесь не живу. А ты что, на меня сердиться? Сердиться. А я на тебе три раза больше сердиться. Ну что, что? Что, что? Что, что? Кто? 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 Текло, уткнув свой черный нос. Все ждет и ждет кого-то пёс. Я руку в шерсть ему кладу, и тоже я кого-то жду. А помнишь, пёс, пора была, когда здесь женщина жила? Пёс, 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 п СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вон она, этот чайник. Дорогие друзья, эта песня посвящается нашему гостю из солнечного города Телави. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А эта песня посвящается нашему гостю из солнечного Дилижана. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Извините, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В красной рубашке это профессор Хачикян. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Как это нет? А почему Узбекистан вчера получили? Дорогая, вы понимаете, у нас горе, горе. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты в зоопарке был? Там верблюд видел? Верблюд. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как вы думаете, если покрасить зеленого цвета, будет держаться, а? Вы понимаете, мой Альбертик просит зеленого цвета, а в магазине только оранжевые. Табилиси есть зеленые? Переваны тоже нет. Спасибо. Вы почему кефир не кушаете? Что не любите? Люблю. Вы знаете что, я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь. Вот у меня дочка Алла. Если кто-нибудь позвонит, скажет, Алла, пойдем в ресторан, туда-сюда потанцуем, я очень плохо буду думать о нем. А если позвонит, скажет, дядя Рубен, можно с Аллой я пойду в культурное мероприятие и скажу, иди, дорогой. Твоя Лариса Ивановна, хорошо, что не пришла. Значит, она из моральной семьи, я так думаю. Лариса Ивановна, давайте в театр пойдемте. Хотите? Хотите? Тогда скажите, в какой. А в большой не хотите? Тогда я вас буду ждать без четверти семь около второй колонны. До свидания. Придет. Нет, сегодня его не будет. Приходите завтра. Документы оставьте здесь. Спасибо. А как вы думаете, возьмут все бумаги в порядке? Гиви, скажи, Вано, что подков в Москве нет. Все в порядке. Сегодня в большой театр иду. Документы сдал, завтра дадут ответ. Примут, конечно. Знаешь, что они сказали? Такие эти пилоты, как вы, на улице не валяются рога. Скажи, Андро, чтобы взял талоны на трава и отвез моим. Привет всем. Субтитры создавал DimaTorzok Документы 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 Здравствуйте. А где товарищ Кичихен? На автобазе. Вы не знаете, он думает о чем-нибудь или нет? Не знаю. Ему же рукопись надо сдавать в бюро переводчиков. Как дети. Вот, передайте. Его визитка. До свидания. Дали. Что дали? Двадцать шесть бе дали. Какая гидравлика. С ума сойдешь. Я так думаю. Товарищи, кто из вас Хачикян? Он. Здравствуйте. Заходите. Такие, как вы, позорят республику. Хачикян это я. А вот и он. На ловца и зверь бежит. Слушай, кто зверь? Я зверь. Вы. Товарищ Хачикян, где доклад? Только вы не сдали. Его ведь надо перевести. Слушай, девушка, я тебе сказал, что я антикронолог. Говори. В чем дело? Ничего не понимаю. Чего не понимаете? Он Хачикян. И он Хачикян. А его аферистом называют. У меня такая дочка. Как не стыдно живого человека на улицу вы гоняете? Какая разница, эндокролог или не эндокринолог? Я тоже, например, не эндокринолог. Ну и что? Как ваша фамилия? Мисандари. Ну вот вам еще два места. Не звонит. Позвонит, никуда не денется. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что? Я говорю, завтра поеду домой, через 3 дня буду дома, потом пойду в баню, сяду в горячую воду, потом сидим за столом, мама готовит долма. Ты любишь долма? Нет. Потому что у вас не умеют готовить долма. Дай две копейки. Сейчас. Алло. Да. А кто это говорит? Мимин, который кур грузил. Давай, давай. Знаете что, Мимин, катитесь-ка вы колбаской по малой с паской. Что, оно еще дома? Слушай, оно совсем с ума сошел. Холодно. Я замерз. Вместе с ней погибла. Вместе с ней погибла. Вместе с ней. Что он сказал? Нет, не удастся. Мешки в золотые. Мешки в золотые. Ну, где твоя машина? Там, в переулке. Слушай, это его мама была? Которая? Тот, который пел. Там все пели? Да нет, которая умерла. Там все умерли, Рубик. Да нет, это красное платье, толстый. Это был дириджер. Ничего не понял. Подожди. Из этой штучки, которая похожа на твою Ларису? Вот это. Это? Валик Жанн, я тебе один умный бед скажу, но только ты не обижайся. Ты и она не две пары сапоги. Почему? Слушай, ты видный мужчина. А она возьми кошку, опустив в воду, выль, и такая же худая. Например, армянам тосты не нравятся, а грузинам худые. А что, грузинам тосты не нравятся? Хочешь, я тебе покажу, как ты идёшь по Москве? Покажи. Вот это кепка. Идёшь так? Раз, два, три, хоп! Ну что, хоп? Что? Машину украли. Как украли? Подожди, Рубикча, ты точно не помнишь, что это твой? Как не помню, в обусорный ящик, а там женщина курила. Подожди, Рубик, успокойся. Как успокойся? Стань здесь. Стань здесь. Никого не пускай, никого не пускай. Спереги с лети. Я сейчас милицию приведу. Скажи, что машина украли. Двадцать шест, бей. Совсем думает. Совсем думает. Друг, сюда нельзя. Тут следы. В чём дело, товарищ? Нельзя. Я здесь живу. Друг. Я тебя как брата прошу, не подходи. Не подходи. Рубикчан. Что? Ушёл. Где милиция? Рубикчан, ты только не обижайся, но я тебе один умный вещь скажу. Твой машина стоит в соседнем дворе. Я так думаю. ... ... Продолжение следует... 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 Вот, я так думаю. Вам что? Вот, друг, покрышку тебе привез. За полцелы. Камарчоба, ну-ка, сэр. Сейчас, сейчас, сейчас. Камарчоба, арицы? Здороваться надо, молодой человек. Камарчоба. Сейчас, сейчас, сейчас. Тося! Завери лицо, и он меня убьет! Проходите. Здравствуйте. 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 Адвокат? Меня назначили. Валентин Константинович, это мое первое дело. И вы имеете право отвести мою кандидатуру и просить более опытного адвоката. Валентин Константиновича. Ну что, вы зачем? Садитесь? Спасибо. Прибито. Вы не волнуйтесь, спрашивайте. Спасибо. Валентин Константинович, была ли у вас раньше личный неприятник Папешвили? А за что вы его избили? Я его не бил, он с запресса. А люстру вы разбили? Люстру разбил. Почему? Потому что он мерзавец. Значит, у вас была неприязнь к Папешвили? Нет. Валентин Константинович, поймите, сейчас ваше действие квалифицируется как злостное циничное хулиганство, 206 часть 2, и карается сроком лишения свободы от года до 6. Но если есть причина, факт личной неприязни, то дело рассматривалось бы как мелкое хулиганство, 206 часть 1, там от 6 месяцев до года. Вы понимаете, как это важно? Не было. Слушай, земляк, скажи, что пошутил. Зачем хорошего человека в тюрьму сажать? Ох, и умный ты, а! А люстра венецианского стекла? Между прочим, 3 тысячи стоит. Заплатим. Давай. Клянусь силам, в течение 3 года заплатим. Ага, 3 года, да? Так вот, земляк, ни на какие ваши комбинации мы не пойдем. Место рождения? Город Телави. Где проживаете? Москва, строительная 23, квартира 57. Где вы работаете? Вторая база. Кем? Рядовым сотрудником. Что вы можете сказать по поводу данного инцидента? Ну, что я могу сказать? В Москве есть станция метро. Называется именем Багратиони. Когда я проезжаю, у меня в глазах всегда появляются слезы. Это слезы гордости. Я горжусь, что этот великий полководец мой соотечественник. И сейчас, когда я смотрю на скамью подсудимых, у меня слезы. Но это другие слезы. Это слезы стыда. И мне стыдно, что я тоже грузин. Отвечайте по существу, пожалуйста. По существу. Этот гражданин ворвался в мою квартиру, злостно и цинично избил меня, бронился нецензурными словами. Он и люстру Винсанскую разбил. Да помолчи. Тише, товарищи. Можно вопрос к потерпевшему? Пожалуйста. А почему вы взяли справку не в тот же день, а только через неделю? Некогда было. А почему вы взяли справку не в своей поликлинике, а в поликлинике другого района? А какая разница? Раньше вы были знакомы с подсудимым? Нет. Нет. Слушай, друг, у тебя хорошие глаза. Сразу видно, что хороший человек. Там хороший парень погибает. Он его пальцем не трогал, а этот нехороший справку купил. А адвокат совсем маленькая девочка, ей куклы играть. Что делается, как человеческой судьбе доверяют. Пойдем, ты тоже свидетелем будешь. Не могу, я отец адвоката. А вы? А я муж, она нас из зала выгнала, стесняется. Хачикян! А? Свидетель Хачикян! Я вас что, должна по всей Москве искать? Слушай, вы сами сказали, свидетели удалитесь, я удалился. Почему искать? Я здесь стою, всем видно? Слушай, друг, у тебя хорошие глаза. Сразу видно, что ты хороший человек. Помоги, пожалуйста. Позвольте, гражданин. Пройдемте. Извини, Генанцвале. Давай, давай. Лет через пять. Помогу! Поможешь, поможешь. Где работаете? Антунель строй 2, шофер. Что вы можете сказать по поводу данного инцидента? Я все могу рассказать. Потерпевший? Потерпевший открыл дверь, а Валико Чжан... Подсудимый. Подсудимый сказал, здравствуй, дорогой. А потерпевший сказал, извините, я в туалет хожу. А она выскочила на улицу и кричала, милиция, милиция. А я сказал, Валико Чжан, пошли домой. И пошли. Значит, вы утверждаете, что подсудимый не наносил побоев потерпевшему? Конечно, не наносил. Он пошел в туалет, а он не смог дверь сломать. Значит, дверь он ломал? Зачем ломал? Вы же сами сказали. Слушай, я русский язык нехорошо знаю. Он постучит в дверь и сказать тоже хочет. Такие вопросы задаются, что неудобно отвечают даже. Свидетель Хачекен, ну, а люстру-то подсудимый разбил, да? Да, разбили. Зачем буду отрицать? Когда мы пошли домой, он случайно стулом зацепили. У меня вопрос к свидетелю. Можно? Спасибо. Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему? Да, испытываю. Он мне сказал, такую лишнюю неприязнь. Я испытываю потерпевшему, что кушать не могу. А вот подсудимый утверждает, что он не был знаком с Папишвили. Слушай, отец, откуда знаком? Когда он пошел в туалет, валико мне спросили. Слушай, говорит, кто он такой этот потерпевший? Куда он пошел? Я его, говорит, первый раз вижу. Вы говорите, что подсудимый не был знаком с потерпевшим. Зачем же он к нему пришел? Мы его покрышки принесли. Его резины совсем лисые. Эти жигули, чем думают, я не знаю. Под ногами крутятся, крутятся, крутятся. Да у нас не жигули, а Волга. Врет он все. Слушай, я тебе мешал? Подожди. Ты тоже не мешай. Извини. А чья это была покрышка? Моя покрышка. Я для соседа Сурика купил. У Волгого деньги кончились, я хотел продать, чтоб отложить. Ну что же это он в Москву без денег приехал? А сейчас он. Слушай, какой моральный человек в Москве без денег нет. Он пошел в ресторан, туда-сюда закусили и кончил. Ясно. Вопросов больше нет. Садитесь, свидетель. Хорошо. У меня вопрос к судимому. Пожалуйста. Вот судимый, вот вы вроде бы нормальный человек. Пришли в квартиру, погнали за гражданином, поломали мебель. Какая-то причина должна быть? Нет. Прибежали в избу дети, в торопях зовут Атя. Дядя, дядя, наши сети притащили мертвеца. Валико, дядя, дядя... Таким образом, действие подсудимого надо квалифицировать по статье 206, часть 2. Прошу суд применить меру наказания в виде двух лет лишения свободы. Тише, товарищи. Ваше слово, Светлана Георгиевна. Вот. Я послала запрос в районное отделение милиции города Талави, и вот вчера вечером получила ответ. Можно я зачитаю? Читайте. Спасибо. На ваш запрос от 24 декабря сего года отвечаю. Чуть погромче, пожалуйста. Спасибо. Отвечаю. 15 октября 1967 года между Папишвили и НС и Мизандари ВК произошел инцидент в ресторане Алазани города Телави. Мизандари ВК вошел в ресторан и погнался за Папишвили, который укрылся от него в туалете. Поймал его там и макнул 3-4 раза головой в унитаз, после чего был задержан органами милиции. Гражданин Мизандари отказался дать какие-либо разъяснения по поводу своего поступка. Однако сестра его, Мизандари ЕК, рассказала, что в 1965 году она работала под руководством Папишвили на базе номер 2. Папишвили, НС, обещал жениться на ней, склонил ее к сожительству, однако обещания своего не сдержал. ЕК Мизандари в 1966 году с базы номер 2 уволилась. Сейчас проживает в деревне Таркло, где работает на животноводческой ферме. В том же 1966 году у нее родился мальчик в Ирлааме. Да это не мой ребенок! И еще одна справка. Что касается стоимости люстры, то у меня есть заключение эксперта. Она не из венецианского стекла, как утверждают потерпевшие, а изготовлена в Воронеже, артелью имени Клары Цепкин и продается по розничной цене 37 рублей 46 копеек. Я сам не знал, Нокзар. Клянусь честью. Попадла буду. Ну что? Штраф 50 рублей с выплатой ущерба. Рубик, Жан. Ты из Тбилиси через Красный мост поедешь? Да. Тогда я там сойду. Нет, дорогой. Теперь я тебе до самого дома навезу. Время есть. Я дал телеграмму и взял отпуск за свой счет. А где ты все это время жил? У ребят с автобазой. Слушай, а этот кошка где работает? Какая кошка? Тот, которая в Большой театр не пришла. Она стюардесса. На международной линии летает. А, слушай, что ты хочешь? Если женщина каждый день артиста видит, академика видит, космонавта видит, и что и она видит, может, вот так потрогает. Ты кто такой для нее? Останавливай, пожалуйста. Что случилось? Я не поеду. Спасибо тебе за все, Рубиджа. Мы еще увидимся. Я так думаю. Подожди! Так вам уже тридцать пять? А мы на переподготовку после тридцати пяти не принимаем, товарищ Мизандарий. Да, но тридцать пять мне только три дня тому назад исполнилось. Ну, тогда вам надо было прийти хотя бы три дня тому назад. Три дня тому назад я не мог. Я сидел в тюрьме. Где? Путырской. На втором этаже, восьмой камере. Знаете, в чем дело? Я... Знаем. Идите в кассу и возьмите билет. Ребята, часы не купите. Уже есть. Не надо. Три рубля. Дай-ка посмотрю. Они антиударные? Антиударные и антимагнитные. А почему не написано, что они антиударные? Да антиударные они, вот смотри. Видишь? Ну что, берешь? Беру. Дай, пожалуйста, посмотреть. Они же не ходят. Как? Так. Да. Сейчас уже не ходят. Спасибо. Кофе сколько стоит? Одиннадцать. А чай? Шесть. Чай хочу. Зача не надо. И мне не надо. Дежурного носильщика просит срочно пройти багажное отделение. Дежурного носильщика просит срочно пройти багажное отделение. Здесь не курится. Заканчивается посадка на рейс 366 по максимуму Москва-Саркос. А, как фамилия? А вам не все равно? Мизандари. Мизандари. Не смотри, не узнаешь. Отец на фронте погиб? Да. Я с ним воевал. Волохов, Иван Сергеевич. Воно. Слыхал? Нет. Куда летишь-то? Домой. А вы? На Волгу. Ребята на рыбалку пригласили. Махнем вместе. Я не могу. Дядя Иванова, вы не могли бы мне одолжить 37 рублей? Я через три дня верну. А что случилось? Иди, иди. Я сейчас. Сядь здесь. Здравствуйте. Извините. Куда? Туда. Товарищ, товарищ. Леночка, два чая, пожалуйста. Кто это? Волохов. Тот самый? Да. Попросите мизандари. Вас. Знакомься. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Спасибо. Узнал бы? Похож. Я сразу. Смотрю, стоит чай пьет. Как только Мударева. Живой Васо? Живой. Только постарел. Котэ. Что Котэ? Отца Котэ звали. Да нет. Твоего отца звали Васо. Понимаешь? Василием. Константином. Сынок, ты не путай. Мы с твоим отцом три года понимаешь. В одном танке. А ты мне сейчас рассказываешь. Он в пехоте был? Извините. Молодой человек. Мистер Зарбазан. Капитан, скажите, пожалуйста, если наш самолет упадет в океан, мы опустимся на дно или останемся на поверхности воды? Just a moment. Катюша. Да? Разберитесь, пожалуйста, со старушкой во втором ряду. А что случилось? Она, по-моему, в воду хочет. Разворот под 90. Набрать 12 тысяч. Есть разворот под 90. Набираю 12 тысяч. Друг, это какой город? Телави? Да. Аэродром как поехать? Направо. А, спасибо. Рубен Вартанович, а зачем нам аэропорт? Нам прямо ехать надо. Адрес хочу. Он раньше здесь работал. Кто? Один грузин. Мой знакомый друг. Я вон напишу, здравствуй, Валикджан. А он скажет, вау, как мне нашел, откуда. Ему будет приятно. Когда ему будет приятно, я буду чувствовать, что мне тоже приятно. А ты говоришь прямо. Меня варджанекедзе ждут. Знаешь что, я тебе умливее скажу, но только ты не обижайся. Когда мне будет приятно, я так довезу, что тебе тоже будет приятно. Андрюша. Хочешь в город съездить, а? Нет. Похоже, посмотрим. Да видел я его тысячу раз. Валентин Константинович. Да. Сядете в такси, скажете, Европа-центр. Сядете обратно, скажете, аэропорт. Несложно. А такси дорого стоит? Да нет, тут рядом. А подзорная труба сколько может стоить? Это смотря какая. Хорошая с цейсовскими стеклами. Я племяннику должен купить. Хорошая все дорого. Это, там. Останкутин. Сядет… Тихонка! Останкутин. Когоркутин. Останкутин. Добрый день. Добрый день. Вы говорите по-английски? Немного. Я хочу зеленый... Что? Крокодил. О, крокодил. Да. Добрый день, миссис. Верис Телефон, здесь. Добрый день. Вы говорите по-английски? Да. Я хочу... Кавказ. Совет-юнион. Дилижан. Дилижан. К сожалению, это невозможно. Спасибо. Да, это возможно. Одну минуту. Одну минуту нельзя. Три минуты. Три минуты стоят 25 марок. Хорошо. Пожалуйста, запишите номер. Мистер. Спасибо. Пройдите в шестую кабину. Спасибо. Мистер? Простите, ваш номер не отвечает. Это кто? Исаак. А где Анзор? Не знаю. Исаак, запиши телефон. 5520. Записал? Скажи Кукушу, чтобы он по этому телефону позвонил к Дилижан и сказал Хачикяну, что Валико ему на международной аэролинии купил крокодила. Какому Кукушу? Это продмаг? Ты куда звонишь? Как куда? В Телави. Тебе перепутали. Это Тель-Авив. Тель-Авив. Анзор, это ты? Кончай, дурака валят. Деньги идут, валюта. Правда, Израиль. Клянусь мамой. Израиль? Да, да. Да, да. Всего хорошего. Подожди, подожди. Ты сам откуда? Из Телави. В Кутаиси давно был? Давно. Всего хорошего. Подожди. Новый мост там уже построили? Не знаю, наверное, построили. Подожди. Давай споем что-нибудь. Что споем? Вот это. Почему ты замолчал? Я плачу. Не вешай. Здорово. Винч везет суды, рамет квас. Кулика упозд на нам. Так и датс говор. Данама. 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 Кулика упозд на нам. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...